До начала выступления 10 минут. Ольга Володина, начальник отдела кадров, с напарником работают в одном подразделении. Во Владивосток на конкурс приехали с Сахалина. Танго репетирует уже не первый месяц. Подготовка достаточно много времени заняла, особенно репетиции танца, поскольку достаточно сложно. От этого мы получали только удовольствие. Конкурс красоты среди сотрудниц ГУФСИН проводят больше 10 лет, но жюри оценивает не столько внешность участниц, сколько их профессиональные навыки, знания закона, умения быстро бегать, стрелять и ориентироваться на местности. Это самые красивые, самые квалифицированные, наши молодые кадры, наша гордость и опора. На сегодняшний день наша перспектива дальнейшего развития уголовной исполнительной системы. Звания конкурсантов разные от лейтенанта до подполковника. Срок службы в уголовной исполнительной системе у всех не меньше трех лет. Это и сотрудники бухгалтерского учета, инспекторы, психологи и кадровики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Конкурс всероссийский. Во Владивостоке проходит второй этап. Девушки представляют Приморский край, Хабаровский, Амурскую область, Магадан, Сахалин и Якутию. В этом, к слову, и заключается первое задание – рассказать про свой родной край. Только одна из шести участниц пройдет финал, который состоится в Москве. Это будет уже осенью. Представители ГУФСИН объясняют – идея и задача конкурса в мотивации. Таким образом, руководство проводит воспитательную работу с личным составом и развивает в них лидерские качества. Валерия Белоуст, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин